Нередко бывает так, что посадишь деревце, ждешь плодов год, два, три, а урожая все нет. С такими проблемами в саду рано или поздно сталкивается каждый садовод. Поэтому предлагаю сегодня рассмотреть причины, почему так бывает, а также способы, которые могут помочь их и простимулировать к плодоношению. И несмотря на то, что эти все способы абсолютно разные, их принцип действия одинаковый. Это навредить дереву. Да-да, именно навредить, вы не ослышались. Все дело в том, что у природы так задумано, что цель любого растения это оставить после себя потомство. А если в жизни у него все хорошо, его кормят, поят, холят, лелеют, то оно начинает просто жировать и растет вверх и вширь. А оставлять наследников в виде ягод и семян не спешит. Но как только деревцу становится плохо, то есть как только возрастает опасность того, что его дни сочтены, то оно сразу же включает репродуктивную функцию, что нам и нужно. Итак, рассмотрим первый способ, как же нам заставить дерево плодоносить. Это перетяжка самого дерева. Для этого в мае месяце, то есть примерно сейчас, нужно выбрать на деревце 3-4 скелетных ветви и туго перетянуть их проволокой у самого основания. Но для того, чтобы в этом месте кору не поранить, нужно заранее обмотать этот участок мешковиной в 1-2 слоя. И вот эту удавку нужно оставить на пару месяцев, а затем только снять. Что же касается результатов, то урожай после такой жестокой процедуры должен появиться уже на следующий год. Только будьте внимательны, тут есть свои нюансы. Например, очень важно не забыть вовремя снять эту проволоку, или же тогда она может врасти в кору. И тогда ее уже удалить будет просто невозможно и останется рано. А еще одно важное замечание, это то, что применять этот способ можно только на деревьях старше 3-х лет. Далее, следующий способ называется кольцеванием. Для этого примерно в конце мая, или может даже в начале июня, у основания скелетной ветви нужно снять кору в виде кольца шириной около 2 см. Затем ее перевернуть изнанкой вверх, приложить на это же место выреза и обмотать пленкой. Через пару месяцев, когда вы снимете эту пленку, то увидите, что за это время кора срастется со стволом, но при этом поступление питательных веществ в крону будет нарушен, а это и простимулирует закладку цветочных почек. В этом способе тоже есть свои нюансы. Например, никогда нельзя делать кольцевание всех скелетных веток сразу, так как это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, и как результат оно будет сильно голодать и даже может погибнуть. Также срезать кольцо шириной более чем 2 см тоже нельзя, так как при этом сама ветка может также засохнуть. А эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, но все-таки деревья после кольцевания начинают плодоносить года так через 2-3. Зато с возрастом их урожай становится только больше. И помните, что этот метод, как и первый, тоже можно использовать только на деревьях старше 3 лет. А еще, внимание, кольцевание нельзя использовать на косточках деревьях, так как у них любое повреждение коры вызывает камни течения. Далее, следующий способ это смена ориентации. Для этого в начале мая, опять же, ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх, нужно перевести в горизонтальное положение. А сделать это можно двумя способами. Либо поставить распорку между стволом и побегом, либо же оттянуть ветку вниз при помощи веревки и таким образом ее закрепить. И вот в таком положении они должны находиться аж до конца лета, а после чего фиксаторы можно убрать. Замечу, что привязывать веревку за верхушку побега нельзя. В этом случае он может просто искривиться дугой, и тогда эффект от этого получится противоположный. То есть на горбе начнут активно отрастать волчки. А цветочные почки, опять же, не заложатся. И еще веревку привязывать нужно примерно по середине ветви. Это, наверное, самый легкий и быстрый, безопасный способ. Но он подходит только для молодых деревьев, которые год или два после посадки. Так как толстые старые ветви отогнуть просто не получится. Но и эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный. Цветочные почки заложатся лишь на второй-третий год. Ну и, наконец, еще один хитрый способ заключается в прищипке дерева. Для этого, как только молодые побеги достигнут длины 20-25 см, им нужно прищипнуть верхушки так, чтобы осталось 2-3 листочка. В этом случае веточка будет тратить все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести. Этот метод проще некуда. Но только, опять же, годится он только для молодых деревьев. И эффект от него тоже не скорый. Проявится он только через 2-3 года. Кстати, очень важное примечание. Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях, но и на взрослых, для того, чтобы повысить их урожайность. Но, опять же, ветви, которые будут подвергаться операции, не должны быть старше 5 лет. Ну а в завершении напомню, что есть более гуманные способы заставить деревья плодоносить. И если вам по душе именно такие, то рано весной можно под молодые деревца высадить горох. Он наполнит почву азотом, и они начнут плодоносить уже на следующий год. И польза-то получится двойная. И горошек будет, и плодовый урожай с дерева. Спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, пишите в комментарии, делитесь в них своими вариантами, как можно составить плодоносить деревья. И обязательно подписывайтесь на мои каналы. Ссылки оставляю, как всегда, в описании. Спасибо за просмотр.